Девочки, сегодня я вам хочу сделать свою любимую, омолаживающую, подтягивающую маску для лица. Здесь я развела желатин, он у меня вот уже такой жиденький. Дальше я добавляю 20% ложку сметаны. Все хорошо смешиваю для сметанообразной консистенции. Я все хорошо-хорошо размешиваю. И сейчас я еще добавлю одну ложку натурального меда. Мед у меня алтайский, натуральный. Ну, хотя, в принципе, я так говорю, натуральный, он везде натуральный. Поэтому хорошо-хорошо сейчас также до кашицеобразной состоянии размешиваю эту масочку. Самое главное, что в нашей маске, девочки, хорошо-хорошо все размешать компоненты. Просто, чтобы ваше время не затягивать, я сейчас хорошо размешаю и покажу, что я дальше сюда буду ложить. Так, вот видите, все хорошо размешала. И буду добавлять рисовую муку. Добавлять постепенно, смотреть, чтобы у нас масочка не была жидкой. Вы знаете, я маски жидкие не люблю. Я вообще не люблю, когда вот это все стекает по лицу, расползается. Я люблю такие густые маски. Так, этого недостаточно. Сейчас еще добавлю вот столечка. И буду смотреть, чтобы она была такая-такая-такая-то вся-вся густая. Все компоненты хорошо размешиваю между собой. Видите, уже превращается в такую, как бы, густую массу. И еще раз добавлю. Еще раз муки добавлю. И даю этой масочке минут пять постоять, чтобы она, вот эта рисовая мука, как бы маленечко разбухла у нас в нашей консистенции. Так вот, все. Вот такая маска меня устраивает. Сейчас мы будем ее с вами наносить на лицо. И наносим эту маску на лицо. Ой, девочки, что-то она у меня спадывает. Наверное, я чересчур слишком сделала ее густой. Так, ну ничего. Передержала. Ничего, сейчас я постепенно это все разнесу. Лучше пусть густая, чем жидкая. Густую можно по лицу хорошо распределить. И она не будет скатываться. Потому что я, знаете, я вот терпеть не могу. Вот еще раз говорю вам, когда вот разносишь вот эти масочки, они начинают стекать. Все везде пачкает, замарается. А эту сейчас я нанесу. Видите, она какая густая. Она как густая сметана. Подглазки обязательно на все наши проблемные зоны. И никогда не забываем про шею, девочки. Никогда. Шея это наш такой конек. Как выглядит ваша шея в таком состоянии и будет выглядеть ваше лицо. На шею я обязательно наношу. Шея и зона декольте. Эту маску также можно хорошо нанести еще и на ручки. Но на ручки у меня, к сожалению, не останется. Потому что я сделала такую, ну как бы не очень такую большую дозу. А так, в принципе, и на руки можно. Так, сейчас я хорошо-хорошо разнесу. Обязательно подглазки наносим. Прям вот хороший такой толстый-толстый слой подглазки. Вы посмотрите, какая прекрасная кожа у китайских, у японских женщин. Все почему? Потому что они любят рис, едят рис и на лицо наносят рисовые маски. Все. 20 минут и вы красавица. Желаю вам всем быть красивыми, любимыми. Ну и, конечно же, добрыми. Субтитры сделал DimaTorzok